Что же доподлинно известно о Вольфе Мессинге? Он родился в Польше 10 сентября 1899 года. Его настоящая фамилия Гершикович. Родители мечтали, что Вольф вырастет и станет раввином. В своих мемуарах Мессинг рассказывал, что объездил весь свет. Однако историки установили, что до 1939 года он даже не выезжал из Польши. С началом Второй мировой войны Мессинг в числе других еврейских беженцев оказался в Советском Союзе. В своей автобиографии он написал, что был вынужден бежать из Польши после встречи с Гитлером. Он напророчил фюреру крах Третьего рейха. И он Гитлеру сказал, не ходи на Россию, потерпишь поражение. Предсказание было сказано. Словам Ольги Мигуновой сложно не верить. Она единственная ученица Вольфа Мессинга. Она говорит, что Мессинг сам выбрал ее. Это произошло на одном из его концертов. И вдруг он подходит к моей маме, говорит, выведите Волю из зала. Она мешает моим экспериментам. Но, говорит, далеко не выводите. Я к вам подойду. Проплакала я на скамейке, пока сам Вольф Мессинг не подошел. Было обидно, что я не посмотрела. И он так говорит, на эстраду, на эстраду ее. Девушка на эстраде явление укальное. Известный журналист Владимир Губарев к восторженным отзывам о Даре Мессинга относится скептически. Скептически он воспринимает и автобиографию артиста. Все воспринимают эту книжку, эту книжку, все воспринимают как правду. На самом деле чисто художественные литературные произведения. Здесь написано, Вольф Мессинг встречался с Гитлером. Не мог бы встречаться с Гитлером в Польше. Вы представьте, что такое Гитлер и польский еврей. Это просто физически невозможно. Поэтому эта книжка, на основе которой сделан фильм, не вышла при жизни Вольфа Мессинга. Он был категорически против этого. Он был прав, естественно. А после его смерти, пожалуйста, сколько угодно легенд, возможностей и так далее. Но как объяснить то, что бедный еврейский беженец, выступавший с психологическими этюдами в приграничных городках Белоруссии, так быстро стал известным на всю страну? Благодаря чему к Мессингу так быстро пришел успех? Может быть причина именно в его уникальном Даре? Говорят, вести об уникальном Даре Мессинга очень быстро достигли Кремля. Гипнотизером заинтересовался сам Сталин. В своей автобиографии Мессинг рассказывает, как по приказу вождя загипнотизировал охранников и прошел в кабинет всесильного хозяина. Известный гипнолог Николай Захарченко утверждает, этот факт нельзя объяснить простым гипнотическим воздействием. Чтобы повторить этот опыт, надо быть Вольфом Мессингом. К счастью или к сожалению, такие люди рождаются, ну, один человек на 10 тысяч лет, на все человечество. Телепатия, чтение мыслей на расстоянии, гипноз с последующим научным объяснением этих явлений. То, что Мессинг показывал во время своих выступлений, было на руку советской пропаганде. Выражаясь современным языком, его шоу доказывало торжество материалистического мировоззрения. Я никакого провидца не играл. Ведь до какой степени это правда или неправда, этого никто сказать не может. Он был настоящей звездой советской эстрады. С другой стороны, мистицизм выступлений Вольфа Мессинга вводил советского человека в шок, что увеличивало популярность провидца в разгаре. Взгляд у него был манящий. Он был добрый, завораживающий такой, понимаете как? Были моменты, когда он предсказан людям, это действительно было так. Он видел и погружал человека в сон. Он даже находился, никогда не бывал, допустим, в том городе. И он под гипнозом все рассказывал, что там стоит то-то, 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 то-то. В действительности он просто был неплохой гипнотизер и умел, как и другие актеры этого жанра, читать какие-то мысли по базомоторным реакциям, по мускульным реакциям. А люди действительно искренне верили зрителю, что он читает их мысли. Луиза Хмельницкая на собственном опыте убедилась в том, что Миссинг именно читал мысли других людей. Мы стояли около окна, он только говорил, думайте, вот думайте. А мы, что он вышел на кухню, мы взяли первый том словаря дали, загадали слово «борщ», это А, Б, первый том. И поставили, вот он зашел, мы не смотрим на книги, вот так, только надо думать. Он по второму руку так держит, первый том, том первый, первый, словарь дали, первый том. Думаем, думаем только, не смотрим туда. Он листает это, третья строчка сверху. Он тогда, он так, доходя на него, потому что, борщ, ну идем кушать. Луиза вспоминает, Миссинг предсказал ее брату большое артистическое будущее. Он только Бобику сказал, положил и сказал, ты будешь большим артистом. Бобик – это народный артист России Борис Хмельницкий. По глубокому убеждению его сестры Луизы, именно благодаря Миссингу ему удалось поступить в театральный. Сказал, Вольф Григорьевич всегда с тобой. Поэтому, когда Боря поступал, известно, что Боря действительно получил пятерки по актерскому мастерству. И мы звоним Вольф Григорьевичу, главпочтанта, набираем. Вольф Григорьевич, я знаю, вы уже зачислены, я все знаю. В нашей жизни Вольф Григорьевич сыграл огромную роль. Интересно, что в основном восторженные воспоминания о Вольфе Мессинге мы слышим от женщин. Писатель и журналист Владимир Губарев уверен, это не случайно. Перед обаянием Вольфа Григорьевича не могла устоять ни одна красавица. А вот с нашими женами он проводил иногда, там однажды у моей жены Светланы, которая боготворила Мессинг, заболела голова, он действительно мгновенно вылечил, потому что он был человеком, который влиял очень, мог сильно на тех людей, которые ему верили и в него верили. А вот с мужчинами Мессинг психологические опыты проводил с большей осторожностью и крайне избирательно. В нашей компании он никогда не проводил психологических опытов. Во-первых, он сказал, ребята, мне с вами невозможно их проводить, потому что у вас, вы научно образованные люди и не очень на меня влияют. Свою автобиографию Мессинг написал в соавторстве с известным журналистом комсомолки Михаилом Хвостуновым. Там, конечно, 90% выдумки. История этой книжки такая, ее напечатали, тогда ее не напечатали, и я считаю, что это правильно было сделано. Но был еще один человек в нашей компании, Рэм Щербаков, который работал здесь в науке жизни. И вот когда не стало уже имя Хваса и не стало Вольфа Мессинга, он решил сдать эту рукопись. Вот так вышла вот эта рукопись со всеми разными вещами. Но самое интересное, что сам Вольф Мессинг активно и с удовольствием принимал участие во всех мистификациях, которые выдумывали молодые журналисты. Мы выдумывали невероятные штуковины. Например, чудовище озера Хаир. Это мы придумали, которые до сегодняшнего дня его ищут. Мы придумали тогда иначе развивать вместе с поршнем снежного человека на Памире и так далее. Посылали специальные экспедиции, это все делали. И это все начиналось в клубе Лебознадьевых. Начало 21 века. Полеты в космос никого уже не удивляют. На Земле почти не осталось ничего неизведанного. А мы продолжаем искать чудеса и тайны. И может поэтому все большими легендами обрастают такие выдающиеся личности, как Мессинг. Если не секрет, то популярность Вольфа Мессинга сейчас по очень простой... Сейчас наступил тотальный век невежества. Это проявляется во всем, что угодно. Но хочется все объяснить мистическими вещами. Вообще самое удобное время сейчас для нас, это прилет инопланетян к нам. Они все сделают, они все могут. Вот Мессинг – это один из инопланетян, который прилетел сегодня из образованного века в век невежества. Вот и все. Могут спорить о том, был ли у него этот дар, не было у него этого дара. Никто этого не знает и сказать этого не может. Вольф Мессинг скончался 8 ноября 1974 года в 23 часа. При вскрытии его мозг нашли без очевидных отклонений, и вес оказался стандартным. Словом, все как у людей. Никакие чудеса природы не могут сравниться с тем, на что способен человеческий мозг. И все-таки большинство современных экспертов сходится на том, что Мессинг просто оказался в нужное время в нужном месте. Он сумел воспользоваться выпавшим ему шансом. Что, впрочем, не умаляет его заслуг, как выдающегося гипотизера. Ну вот, гипотизеров много, а магов единицы.